МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадио компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух, этим выпуском. Прием по особистых питаниях. Юрий Шулейко сегодня выслухал Жихару региона Умазыры. Молодежная политика и пропановы юнацтва. Открытый диалог у першыню в формате телевизийного ток-шоу. Яны отказны за светло. Энергетики принимают веншаванье с профессийным святом и подводят выники працы. А зараз об этом иншим больше подрабязна. Новая редакция декрета номер 3 повинна быть приземленной и сбалансованной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на нараде об проектах правовых актов, на кераванных на развитие реального сектора экономики, науковой деятельности и за безопасность занятости насельництва. Керавник державы отзначил, особливо грунтовно требует обмерковать пропановы у Рада по за безопасность занятости. Я обещал, что до конца этого года мы распрацуем и примем декрет президента, который будет развивать вядомый декрет номер 3. Александр Лукашенко подкреслил, что этот документ должен быть сбалансованным. С одного боку людям дать макшимость праца уладковаться, с другого боку примусить працевать тех, кто может, но не хочет, рассломачил президент. Помощник президента Республики Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулей, и Касёння провел прием грамадян у Мазыры. Сустреца с ним пришло больше за 10 человек из разных регионов – Мазырского, Калинковицкого и Гомельского районов, и навод из Минской области. Столичный предприниматель взаимовыгодно супрацовничал с Хойницким рамотным заводом. Односины сапсовала запозиченность бизнесмена. Не глядя на ГТ, он имкнется протягнуть взаимодействие. За потребкой пришел на прием до помощника президента. Отказ один – спочатку треба различиться с долгами, а пасля приступать до працы. Патрымковые творчые инициативы гарантуется, бо у всех это дивиденды у республиканскую экономику. Але усе ж таки, большасть с тех, кто записался на прием, пришли рассказать про собистые проблемы. Наприклад, подманул сябр, с яким спрабывали побудовать бизнес, а тепер проблематично вернуть гроши за недостатковой доказной базы. С родной сестрой узник конфликт с забатьковской спадщины. Так само скарделися надеяния правоохонных органов, будовничных организаций, землеупродковальных службов, жилево-коммунальные господарки. Усе звороты документально зафиксованы, поза увагой яны не застанутся, запеунил Юрий Шулейко. Я постараюсь дать объективную оценку тем вопросам и ответам, которые они сегодня задают. Часово-металличный мост Праспрыпять у районе Житковича уплануется узвести до початку поводки. Про это поведомил генеральный директор Руб Гомель-Аутодар Игор Матвяцов. Уже вызначено место, где будет находиться мост, а так само тип конструкции. Проектировщики повинны ящер распрацовать про панову, как мост можно было разводить для пропуску судов. Необходность будовництва часового моста обумовлена тем, что понтонная переправа, якая працует зараз, не вытремает крыгоходу. Реконструкция пошкодженного моста прозраку Прыпять на участку автомобильной дороги Р-88 почнется в наступном годе после завершения распрацовки отповедной проектно-коштарисной документации. Ваурадно-керованы документы по включению этого объекта в державную программу по развитии и утрымании автомобильных дорог. Сегодня открытое акционерное товариство «Гомель Хлеб Прам» наведала информационно-пропагандистская группа. Ее узначали у министра сельской господарки и харчаванья Беларуси Леонид Заяц. Ее назнаемился с засобливостями вытворчого процесса. За сутки тут выпускают 30 тонн хлеба. При его выработке выкрыстовываются найновшие технологии. Например, дякуючи методице заморозки готового хлеба отрымливается спынить усе биохимичные процессы. Гэта дозволяе повеличить период заховывания продукции и поставлять ее на экспорт. Основный покупник – гэта Россия. Подчас знаемства с вытворчастью министр да установчую отзнаку предприемству и подкреслив, что пасля тяжкого финансового периоду и проведенной модернизации зараз яно з'является экономично здоровым. Пасля министр сустрелся с коллективом «Гомель Хлеб Прама» по ведаме о обголовных социально-экономичных процессах, які отбываются в Украине. Затым выслухав про Пановы и отказал на пытание. Рентабельность продаж достигает 32%. Это говорит о том, что очень успешно трудится коллективом. Считает деньги, считает свою программу производства на год вперед. Выходит своей продукцией на другие рынки, на российские, на Израиль. От этого имеется очень хорошая денежная выручка. За прошлый год, за текущий год ожидается в этом предприятии рост валютной выручки в 1,2 раза относительно уровня прошлого года. Поэтому большое будущее это предприятие и рад, что это есть у нас в Беларуси. Энергетичная безпека краины про змодернизацию энергетичной системы, повышение ее надеянности и рациональное расходование палева. На передании своего профессийного свято энергетики Гомельской в области подвели выники деянности за прошлый год и огучили дальнейшие планы. 2017 стал для их знаковым. Гомельэнерга означает 55 годзе. Хоть как доведался Алексей Сенцеров, эта история да уже на некольки десяти годзе. Беларусская энергетика начиналась у Гомельской области в 1889 годзе. Первая промысловая электростанция начала прорсовать на Добрской папировой фабрице. Обращение посреди в творчестве и она забеспечивала электроэнергией, отделение банка, городскую аптеку и квартиру директора. И еще праздник электростанция заявилась уже у Гомеля. Правда, ее могутность попала только для осветления Палаца Паскевича. Групп Гомельэнерга ладила день по энергобеспечению сирот индивидуальных предприниманников и работников микроорганизаций. Калинквитской энергетики организовали акцию для детей за беспеку разом. Энергетики Гомельщины вошли в лик перемышцев республиканского конкурса по энергоэффективности. Это только некоторые започных новин остается неизменной гарантование энергетичной беспеки краины за глобальными метами выращения конкретных проблем актуальных для в области. Коли у наши дни размови идя у першой чергов модернизации, то еще некакие десяти годи тому шмат сил накировался на звычайное забеспечение электроэнергии сельских организаций. Вырос энергия життя завсюду имел конкретное наполнение. Стали менять голые провода наизолированное. Все-таки очень много сетей проходит по лесу и при ветрах сильных снегопадах падали деревья на провода ложились еще что-нибудь. А если провода изолированы, дерево может лежать и только при обходе и линия может работать. Минимизация негативных воздейнований на новокольной сироте, повышение надеянности и эффективности иснующих энергосистем, модернизация в творчестве и новые могутности. Сирот основных достигнений этого года «Реконструкция ЦС-1». Это был заправдой международный проект. Сродки на будовництво выдасткованы Международным банком реконструкции и развития. Распроцовкой проектной документации, поставкой обсталевания и выполнением всякого комплекса работ занималась китайская машинобудовничая корпорация. По вынику могутность станции увеличилась больше 6 разов, а объем вырабляемой продукции взросла малю двоя. Но только этим объектом планы гомельских энергетиков не обмяжовываются. Задачи окреслены, краницы финансования вызначены. Основные объекты, которые мы делаем, это по модернизации подстанций. Мы модернизируем там оборудование, мы занимаемся изолированным проводом, мы занимаемся в тепловых сетях установкой новых трубопроводов для снижения потерь в сетях, для снижения потерь через изоляцию. Ну и кроме этого, перспектива всегда с учетом интеграции в атомную АЭС. Мы будем планировать вводить новые объекты на Рогачевской котельной, на Черниговской котельной. Это установка электрокотлов. Олег Семтеров, Валерия Копанькова, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск сегодня у першиню удельники ток-шоу «Головная тема» с устрелесе не у студии телерадиокомпании «Гомель» а у областным громадско-культурным центры. Основой вядомой телепрограммы стал открытый диалог. Это формат взносинов, который позволяет молодежи задать хвалюючие питания представникам УЛАДы и отримать компетентные отказы. На этот раз аудиторию открытого диалога вы решили поширить с допомогой телебачения. На зимошной плясоуце побывали наши корреспонденты. В этом году мы привлекли партнеров для того, чтобы проводить с помощью телекамер профессиональную трансляцию. То есть это выводит нас на новый уровень. Мы не закрываемся только, не ограничиваемся количеством мест в зале. Удельники Сустрыша обмярковали реализацию державной молодежной политики и новые инициативы. Выказать свои думки и задать пытания приехала працующая студентская молодь Зуся хора Ейона. Представники молодежных организаций и ВНУ. Сарод гостей так само делегаты с усветного старшине гомельского Аблова-Канкама Владимиру Прывалову. На самом деле открытый диалог я участвую впервые. Я считаю, что необходимо участвовать, потому что это опыт, который мы получили, он просто бесценен, потому что каждый вопрос интересует человека и тяжело найти ответ самому и поэтому нам помогают. Дальше у гэтый день молодь не только задавала пытания, а и пропановывала свои инициативы. Так, на специальной выставе промеркованной до открытого диалога молодое поколение представило свои инновационные и бизнес-проекты, которые уже заявили про себя на конкурсе «100 идей для Беларуси». Всегда встреча с молодежью это такой, знаете, волнительный экзамен, но он всегда дает свои плоды, в том числе вот вы видите «100 идей для Беларуси». Хочется, чтобы поскорее все наши хорошие идеи, молодежные идеи, они нашли воплощение в реальном секторе экономики. Подобные встречи давно доказали свою эффективность. Это приклад того, что молодцы чуют и допомагают заявить про себя. Дарыч и такое мероприемство у день на роджение зимовой веселки организаторы спадяются зарабить традиции. А по куль чакаем селетнюю телеверсию ток-шоу «Головная тема». Глядите, я е у эфиры телеканала «Беларусь-Чатыры Гомель» в наступном месяце. Ганна Ковалева, Михаил Рабкоу, телерадио компания «Гомель». Спектакль «Элятучий корабель» и интерактивное представление каля новогодние елки – подарунок для детей-сирот, детей-знеполных и шмадетных семьях, а так само маленьких же хоров в области за сабливостями психофизичного развития. Новогодний сюрприз подрихтовала Гомельская областная организация Беларусского червонного крыжа при подтримце Гомельского облаканкама. Разом с детьми и их батьками святочным настроем зародилася и наш корреспондент Наталья Каприленко. Мария разом с родными приехала сирой на Гомельщину три годы тому. Сирот своих сябров земляков и старейших родных Яна Пакуль одна добро разговаривает на русской мове. Кажина новогодним добрычинным святом областным драматичным театром Яна у першиню. Ей вельми подобается такий подарунок до Нового года. Я приехала три года назад. Я учусь в 59-й школе и я уже в третий класс. Я просто отличница в классе. На новогодние добрычинные святы червяного крыжа запросили так само семьи беженцев из Ирана, Ауганистана, переселенцев из Украины. Дети отрымали солодкие подарунки, приняли удел в гульнях и конкурсах, окунулись в атмосферу казки. Ураженными пожаданиями до Нового года за малых делились дорослые. Самое главное хотела бы пожелать всем мира, чтобы поскорее закончилась война в Донецке. Это самое-самое большое пожелание. И чтобы Гомель процветал, спасибо, что так хорошо принял. Усяго в новогоднем святе Гомельской организации Белорусского товариства червоного крыжа приняли удел 450 детей из разных кутков региону. Это дети-сироты, дети из неполных и шмодетных семей, а так само маленькие жихары в области с особливостями психофизичного развития. Мы решили объединить всех детей области города Гомеля на одно большое представление. Всех объединяет наш уважаемый дорогой Новый год, который уже на пороге. Желаю как взрослым родителям, так и деткам огромного здоровья, терпения, свершения всех задуманных желаний. Дети, которые имеют особую потребность в Ахове у ВАЗе сбоку доброчных организаций, а не смогли приехать на представление, так само не застались и без подарунков. При поддержке Аблваканкама Гомельская организация «Червоного крыжа» передаст во все регионы в области 300 подарунков для детей. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель». Спортивные установы Гомельской области в этом году больше заработали на оказании платных послуг насельництву. Об этом сегодня поведомили на коллегии управления спорту и туризму Гомельского Аблваканкама. Спортивные объекты не только Притягнение как мога большего кола людей до занятков спортом и физической культурой это серьезная крыница доходов. В этом году установы спорта в области заработали на платных послугах насельництву на 500 тысяч рублей более чем в 2016-м. Рост 11%. Загруженность объектов в районах разная от 70 до 90%. Это добрые показчики, однако еще есть куда расти. Мы делаем так, чтобы наши объекты были интересными. Мы стараемся проводить реконструкцию, закупать новый инвентарь оборудования и мы видим сегодня по тем объектам, по которым прошла реконструкция это объекты и Ветки, и Житковичи, и Рогачева. Если вот те объекты, которые мы так вот довольно-таки серьезно подтянули, мы видим, что они стали интересны и для населения. Гэты, а так само иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин.